привет с вами Двенчик, мы находимся в Майкаре, тот что на Кульджинке, небольшой краткий обзор автомобиля, а машин здесь действительно очень много, а вы обязательно подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите комментарии. Ну и машин действительно здесь очень-очень-очень много, так что на каждой мы не будем заострять внимание, кратко пробежимся, посмотрим что представлено, ну и конечно же почем. Ну и наш обзор мы начнем с этой стороны, кратко посмотрим что почем. Перед нами Сан-Ямлококеон за 4 миллиона 290 тысяч, 12-й год с пробегом 140 тысяч километров, двухлитровый двигатель, автоматическая трансмиссия, затем Нива, но она без таблички, скорее всего стадия оформления. Данная Нива стоит 3 миллиона 490 тысяч, 13-й год, 150 тысяч километров пробега, ну и трансмиссия конечно же на нее механическая. Шевроле, трекер за 8 миллионов 890 тысяч, 10-й год, 27 тысяч километров пробега в белом цвете на лихосплавных дисках. Хорошая городская машинка, затем легендарный Субару, Субару Форест, 3 миллиона 690 тысяч, 97-й год, ну и пробег у него более значительный, 300 тысяч километров, левую руль на железках. Инфинити, FX, также стадия видимо оформления, нету на нее таблички, видимо у него будет хорошая скидка. Затем Lexus RX 300, 7 миллионов 390 тысяч, двигатель 3 литра, пробег 260 тысяч, классная машина. Lexus, затем Toyota RAV4, стоимостью 7 миллионов 790 тысяч, 2007 года в серебристом цвете. Здесь машина только что стояла, уехала с клиентом на небольшой видимо тест-драйв посмотреть. Рядом у нас Nissan Juke, 8 миллионов 490 тысяч, 2018 год, пробег 50 тысяч, ну очень такой свежий автомобиль. Рядом еще один Juke, за 6 миллионов 390 тысяч, 2013 год, 120 тысяч километров пробега. Nissan Tirano, 2017 год, 7 миллионов 490 тысяч, затем Nissan Qashqai, за 6 миллионов 890 тысяч, 2010 год, 180 тысяч километров, 2 литра. Автоматическая трансмиссия Nissan X-Trail, за 7 миллионов 490 тысяч, 2010 год, 2,5 на коже. Такая прям приличная комплектация Nissan X-Trail, 9 миллионов 790 тысяч, 2014 год, ну вообще свежий автомобиль, 150 тысяч километров пробега, 2 литровый двигатель, также автоматическая трансмиссия. Рядом еще один Nissan X-Trail, этот уже подороже, 13 миллионов 890 тысяч, ну и год у него гораздо свежее, 33 тысячи километров. И тут премиальный корейский автомобиль Genesis, ну конечно же очень дорогой, сейчас пойдем дальше. А здесь у нас кроссоверы, преимущественно корейский, Kia Sorento, 9 миллионов 290 тысяч, 2014 год, Tucson, 11 миллионов 990 тысяч, ну это практически новый автомобиль, 2018 год, с пробегом относительно внушительным, 90 тысяч, Sportage, 2018 год, 60 тысяч километров пробега, 2 литровый полный привод, ну а на автомате еще один Sportage, 2017 год, 12 миллионов 490 тысяч, Kia Soll за 8 миллионов 990, 2015 год, в таком ярко-красном цвете, с черной крыши, вообще выглядит очень бодро. Рядом Sportage, уже постарее, и на него нету тоже таблички, вот на него как раз и будет скидка. Затем Hyundai, Tucson, 2019 год, 45 тысяч километров, 2 литровый, еще один Tucson, за 11 миллионов 590 тысяч, это 2019 год, пробег 60 тысяч километров, и этот Tucson без таблички, новую табличку готовят, будут скидки. Этот стоит в том, что 14 миллионов 290 тысяч, Tucson, 2019 год, с пробегом 23 тысячи километров, но вообще незначительный. Это более старый Tucson, 2013 года, за 8 миллионов 690 тысяч, но тут две крыты, синее и белое, 8 миллионов 990 тысяч, 2016 год, 170 тысяч километров, 2 литровый, рядом еще один автомобиль корейский, 16 год, 120 тысяч километров, пробега. А здесь несколько, очень интересных автомобилей, Porsche, на любителя, и вот эти корейские. К7, и вот только вот привезли, поставили, блин, он прям очень хорошо укомплектован автомобиль. И две новые Cerato, этот автомобиль стоит 13 миллионов 590 тысяч, 21 год, 27 километров, новая машина. И еще одна Cerato, 12 миллионов 990 тысяч, 21 год, блин, классные машинки. Lexus GS, тоже его только что подвезли. И здесь более доступные, наверное, автомобили Camry 70, табличка чуть-чуть сползла, 16 миллионов 790 тысяч, 18 год, 55, без ценника Toyota Camry, 59 миллионов 690 тысяч, 14 год, 140 тысяч километров, пробега. Еще одна Camry 2014 года, 2,5, 140 тысяч километров, пробега Camry 35, 5 миллионов 590 тысяч, 2005, 2,3,5 вообще в табличке. Ну, не знаю, кажется, 3,5 на них крайне редкие были, или даже вообще не ставили. Corolla, европеец, но она еще в стадии, видимо, какого-то оформления. Ну, и смотрите, сколько здесь еще много машин. Это у нас Sonata. Интересная машина за 12 миллионов 490 тысяч, 21 год, 40 тысяч километров, что-то прям много накатали. Вот свежий, пробег уже большой. 12 миллионов 990 тысяч, 20-го года, 20 тысяч километров пробега. Это Sonata. 14 миллионов 290 тысяч, 2020 год. Toyota Corolla в новом кузове. 12 миллионов 590, 2019 год. Это Corolla 12 миллионов, также 590 тысяч, 2020 год. Все в ней двигатели 1.6, вариатор. Здесь пробег 44 тысячи, на серебристый пробег 29 тысяч, 12 миллионов 490 тысяч. Ну, и это, наверное, примерно так же аналогично. Ну, и здесь крайне популярны автомобили Chevrolet. Тоже их очень хорошо разбирают. Этот Chevrolet Cru стоит 4 миллиона 990 тысяч, 2013 год, пробегом 130 тысяч километров. Кобальт за 7 миллионов 990. Ничего себе! Кобальт 21-го года с пробегом 23. Ну, новый. Но уже 8 миллионов. Да. Этот Кобальт без ценника. Этот у нас Кобальт же 6 миллионов 990. С пробегом 12 тысяч километров. 6 миллионов 990, 14 тысяч километров пробега, 2020 год. Этот у нас без ценника. И Nexi за 5 миллионов 290 тысяч. Вот такая вот стоянка. Здесь еще несколько Nexi. Это 5 миллионов 390 тысяч, но это практически новый автомобиль. 2019 год, пробег всего 30 тысяч. В белом цвете за 5 миллионов 390 тысяч. 2020 год, пробег 50 тысяч километров. Lada 2 миллиона 690 тысяч. И смотрите, какие интересные Elantra. 12 миллионов 990 тысяч. 2021 год, пробег 50 тысяч. Вообще, новый автомобиль. И вот этот фирменный интересный цвет от Hyundai. 12 миллионов 990 тысяч. Мне больше белый нравится. Хотя вот этот серый тоже выглядит очень круто. Но мы постепенно подходим к концу стоянки. И здесь машины чуть более доступнее. Этот автомобиль 7 миллионов 990 тысяч. Elantra Sagen Polo Classic. 2019 год, с пробегом 60 тысяч километров. Белый Foltz Pijja. 6 миллионов 290 тысяч. 2016 год, с пробегом 120 тысяч. Но они хорошо сгруппировали. Примерно одни модели. В одних местах. Очень удобно. Не сильно в разборос. Этот Polo. 7 миллионов 990 тысяч. 2018 год. Серебристый. За 7 миллионов 190 тысяч. Прямо, смотрите, как выглядит. Прямо круто. 2018 год. Пробег 40 тысяч. 1 на 6 на автомате. Ну, такой. Свежий выглядит. Хорошо. Такой же в белом цвете. Polo Classic. 2018 год. За 38 тысяч километров пробега. И стоимостью 7 миллионов 790. И этот Polo 8 миллионов 290. И по правой стороне еще ряд Volkswagen. Новый. 10 миллионов 290. 21 года с пробегом все. 10 тысяч. 8 миллионов 390. 19 год. Свеженький. В красном цвете. 7 миллионов 290 тысяч. Этот 7 миллионов 890. 19 год. Ну и в самом завершении нашего сегодняшнего обзора Hyundai Accent. Ну, это практически новая машина. 8 миллионов 790. 20 года. Пробег с 18 тысяч. Совсем незначительная. 9 миллионов 390 тысяч. 17 тысяч километров пробега. 20 год. А это уже машина даже в резерве. В белом цвете. Акцент. Этот автомобиль. 8 миллионов 290 тысяч. Серегристы. 20 год. Пробег всего 30 тысяч. И еще вот пару корейских автомобилей. 8 миллионов 390. 20 год. И пробег вообще незначительно. 20 тысяч. Ну и двигатель 1.4. Ну и как вишенка на торте. В самом начале. Тут очень интересные машины. Jeep. 14 миллионов 390 тысяч. 3.6. 12 год. Классная машина. Ну вот это, мне кажется, сейчас самая шикарная машина, которая здесь есть. Ну, по крайней мере, мне она очень сильно понравилась. Ford F-150. В комплектации Raptor. Ценек, к сожалению, на него нет. Не вижу. Но, блин, он прям вообще очень крут. Огромный 35-й колеса. Железный байпер. Ходовка усиленная. Шикарная машина. Даже Tundra с ним смотрится чуть меньше. Ну, этот Tundra стоит. 31 миллион 590 тысяч. 2019 год. 800 тысяч километров пробег. Рядом еще один пикап. Volkswagen от немцев. Ценника, к сожалению, нет. Hilux за 11 миллионов 890 тысяч. 2 миллиона 690. Hilux с правым рулем. RAV. 18 миллионов 590. 20-го года. Lex. 470-й без ценника. 2 RAV. Тоже, к сожалению, на них ценника нет. Но вот это, кстати, будет с хорошей скидкой. Насколько я знаю, точно. Правда, цены не знаю. Highlander. И интересный, уникальный автомобиль. 7-местный. 17 миллионов 790 тысяч. Toyota Innova. Новая машина. X6. В очень хорошем состоянии. С пробегом 160 тысяч. С одним хозяином. Идеальная машина. Suzuki. Еще одна интересная 7-местная машинка. Рядом Prada. За 33 миллиона 590 тысяч. До двухсотка. Без ценников. И корейский еще один Афавит. 6 миллионов 590 тысяч. Вот такая вот стоянка.